Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Добрый вечер. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу Город С и я Елена Чернявская. Ну а к сегодняшней программе я особое внимание прошу обратить жителей города Чапаевска. Сегодня на мои и на ваши вопросы, уважаемые телезрители, будет отвечать глава городского округа Чапаевск Дмитрий Викторович Блынский. Дмитрий Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, мы работаем в прямом эфире, а это означает, что вы, уважаемые телезрители, можете дозваниваться к нам в студию и задавать свои вопросы по телефону 202-11-22. Не забывайте, пожалуйста, набирать телефон с кодом города Самары 8 846. Ждем ваших вопросов. Ну а я начинаю со своих. Дмитрий Викторович, я напомню, что в сентябре 2013 года вас переизбрали на новый срок и поддержали 94% жителей, пришедших на выборы. Прошло два года. Скажите, какие актуальные задачи поставлены перед администрацией Чапаевска? Вы знаете, Елена, на протяжении всего времени моей работы, конечно, задачи меняются. Меняются, потому что те задачи, которые ранее поставлены, выполняются, и вновь жители ставят иные вопросы, которые их интересуют. Если говорить о первых моих выборах, то основным и главным вопросом от жителей звучало отсутствие рабочих мест. Была высокая безработица. Понятно, сегодня такую задачу нам никто не ставит, потому что с вводом новых предприятий, с развитием предприятий, которые работали ранее, рабочих мест достаточно увеличить. Более того, могу сказать, что сегодня вопрос стоит о нехватке трудовых ресурсов. И сегодня то новое предприятие, которое год назад начало работу, это компания, построена самарская кабельная компания, которая, выйдя на производственную мощность, будет нуждаться в двух тысяч рабочих на этом предприятии. Сегодня там работает 400 и продолжается набор работников на это предприятие. Поэтому у нас сейчас другие уже задачи стоят. Задачи, как нам жителей, которые сегодня до настоящего времени продолжают выезжать из нашего города на работу в другие города, в Новокуйбышевск, в Самару, в Ахтовым методом ездят. Нам нужно создать сегодня условия те, чтобы эти люди работали у нас в городе. Серьезно повлияло на женщин, конечно. Женщины сразу откликнулись на это. Им ездить от семьи тяжело, тратя на доставку на работу с работы по два часа, по три часа. Это, конечно, много. И, конечно, все те, которые выезжали за пределы города, сегодня нашли работу на этих предприятиях. — Митрий Викторович, я знаю, что именно на этих предприятиях приличная заработная плата, условия, которые представляются. Ну вот, может быть, вкратце озвучите какие-то вот такие основополагающие пункты по рабочим местам? Я думаю, что жители сейчас слышат, и многие, может быть, впервые об этом узнают. — Я не думаю, что впервые, потому что информация по набору рабочих на это предприятие, постоянно в газете, по радио, по телевидению, на счетах размещены, на рекламных. Я думаю, жители все знают. Более того, мы работаем с учебными учреждениями, со средними техническими учебными заведениями для того, чтобы выпускников, учащихся привлечь и направить на это предприятие. Я не скажу, что там высокая заработная плата. Конечно, в Новокубежске, наверное, повыше заработная плата, но сегодня человек, который приходит на рабочее место в эту компанию «Делфай», первоначальная заработная плата 18 тысяч рублей. И в зависимости от того, как он дополнительно получает и обучается другим профессиям, другим специальностям или другой операции, у него повышается заработная плата. Обучается за счет предприятия. — Да, предприятие учат. Причем предприятие, обучая, выплачивает заработную плату. То есть две недели обучение идет, они технику безопасности изучают, процесс, ну и так далее, и так далее. Они получают заработную плату. И потом, после двух этих недель, они, так сказать, приступают, уже выходят на рабочие места, так сказать, работают. Но я еще раз говорю, 18 из того, с чего начинают вновь пришедшие работники. И, как говорится, предела этому нет. Одну операцию освоили, вторую, третью операцию. Когда взаимозаменяемость есть в предприятии, это очень выгодно. И на этом предприятии, в основном, конечно, сейчас я бываю на этом предприятии, в основном, конечно, это молодые женщины. Молодые женщины, которых условия устраивает, чисто, тепло, значит, рядом с домом. Ну и, конечно, такая монотонная работа, как на конвейере, как сборка. Конечно, она больше под силу, так будем говорить, женщинам. И в основном, конечно, это молодые и красивые женщины, которые там работают. Дмитрий Викторович, у нас есть сюжет на эту тему. Я предлагаю его посмотреть, чтобы наши уважаемые телезрители воочию убедились, какие рабочие места созданы в городском округе Чапаевск. Но я и добавляю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы главе 202-11-22 с кодом города Самара. У нас теперь внимание на экран. Смотрим сюжет. Сегодня Чапаевск – современный развивающийся город Самарской области. Здесь созданы комфортные условия для жизни горожан, развивается спорт, культура, производство. Одной из приоритетных задач муниципалитета является диверсификация экономики. Большая и серьезная работа проводится в городе по привлечению инвесторов. И в этом направлении есть положительные результаты. Первым крупным инвестиционным проектом, успешно реализованным в Чапаевске, стал завод по производству автокомпонентов. В третьем квартале 2014 года в Чапаевске введено в эксплуатацию производственное предприятие по сборке автомобильных жгутов ЗАО ПССКК. Это совместное предприятие американской корпорации Делфай и Самарской кабельной компании. Благодаря налаженному эффективному взаимодействию руководства компании, правительства Самарской области и администрации города, производство в Чапаевске было построено в рекордно короткие сроки всего за 13 месяцев. Планируется, что при выходе на проектную мощность завод даст городу порядка двух тысяч рабочих мест. В настоящее время завод осуществляет серийное производство жгутов по проекту «Форд Экоспорт». Здесь трудится около 400 человек. По итогам первого полугодия 2015 года предприятием отгружено товаров собственного производства на сумму 137 миллионов рублей. Планируется дальнейшее развитие производства и привлечение новых заказчиков. На территории городского округа создаются индустриальный парк «Чапаевск». Проект включен в стратегию социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года. В настоящее время по индустриальному парку «Чапаевск» выполнен проект планировки территории и ведется подготовка территорий для размещения предприятий по производству стройматериалов. Выполняются проектно-изыскательные работы. При полной загрузке индустриальный парк «Чапаевск» способен разместить около 12 резидентов и обеспечить рабочими местами около полутора тысяч человек. Начато строительство завода по производству гипсового вяжущего и гипсовых смесей «Кнауф Гипс Челябинск». Запуск завода позволит создать 60 новых рабочих мест. В августе 2014 года между правительством Самарской области, международной группой «Кнауф» и администрацией города состоялось подписание инвестиционного меморандума о строительстве завода по производству вяжущих и сухих строительных смесей, который должен стать первым резидентом и якорным предприятием индустриального парка «Чапаевска». 13 октября на территории индустриального парка городского округа «Чапаевск» состоялась церемония символической закладки камня в строительстве нового завода группы «Кнауф». В церемонии приняли участие управляющие группы «Кнауф» в России и СНГ Янис Краулис, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Владимирович Кабенко, глава городского округа «Чапаевска» Дмитрий Викторович Блынский. В настоящий момент на строительной площадке ведутся земляные работы для возведения производственного корпуса и дробильного отделения, бетонирование фундаментов, производится монтаж металлоконструкций склада, идут кровельные и коммуникационные работы, начат монтаж оборудования. Это программа «Город С», это прямой эфир, и я сегодня беседую с главой городского округа Чапаевск Дмитрием Викторовичем Блынским. Звоните, задавайте свои вопросы, телефоны вы периодически видите на экранах. Дмитрий Викторович, а насколько сегодня Чапаевск привлекателен для инвесторов? В Сызране будут строить новый диализный центр, и достаточно серьезные инвестиции в связи с этим придут в город. Какие примеры такого сотрудничества вы можете привести, если мы сегодня говорим о городе Чапаевск? Таких вообще центров в Самарской области планируется 10. Это немножко другая тема, это частно-государственное партнерство. Несмотря на это, я, конечно, понимаю и уверен, что самые выгодные инвестиции, которые только могут быть, это, конечно, инвестиции в здоровье человека. И то, что сейчас на территории Самарской области развивается, будет же целый корпус нового издания, называют это клиника сердца, и таких объектов еще 9 дополнительно, это, конечно, очень важно. Но наша тема, что касается города, это немножко другое. Значит, это не частно-государственное партнерство, это инвестиции частных предприятий, которые и эксплуатируют, и работают, и на протяжении всей оставшейся, будем говорить, жизни. И, конечно, наша задача администрации города и правительства создать условия, благоприятные условия для привлечения инвесторов. Для того, чтобы пришел инвестор и своих денег, полтора миллиарда рублей потратил, нужно привлечь его довольно серьезно. И, конечно, в первую очередь здесь необходимы условия. Вот в сюжете был технопарк Чапаевск, где якорным таким резидентом у нас является компания КНАУФ. Всемирно известная немецкая компания. Все, наверное, с ней знакомы, потому что у нас в Самарской области все сухие строительные смеси, шпаклевка, штукатурка, сухие гипсовые листы с надписью КНАУФ. Это компания КНАУФ, немецкая компания, которая сегодня строит завод у нас. Это тоже большой проект. Порядка миллиард двести миллионов средств будет потрачено на строительство этого производства. Мы планируем, что это производство будет запущено через год, то есть в конце 2016 года. Мы рассчитываем, что сроки не будут сорваны, потому что сейчас темпы строительства достаточно серьезные. Для нас важно здесь – это рабочие места и налоги. Это за счет чего, собственно говоря, и мы все бюджетники существуем. И здравоохранение, и образование, и дороги, если хотите. Все это налоги. Поэтому наша задача – создать условия. А условия, почему именно на нашей территории, на территории городского округа Чапаевска, вот одно предприятие построено, и сейчас правильно сказали такое слово сейчас модно используют – диверсификация. То есть в Тольятти монотерритория, все население задействовано на автовазе. Случится неприятность на автовазе, не покупают автомобили. Весь город это будет испытывать. У нас было это все время, потому что у нас был город оборонной промышленности, и все заводы, четыре завода работало именно в этом направлении. Случилась конверсия в 87-м году, и мы сразу лишились рабочих мест. Порядка 20-22 тысяч рабочих мест. Сейчас, вы обратите внимание… Слава богу, да? Да, первый сюжет был – это автомобильная промышленность, жгуты проводов для автомобилей. А сегодня КНАУФ, который, наверное, начали строить – это строительная отрасль. Это вот то, которое мы тоже используем в повседневной жизни. Ремонтируем квартиры. Этот процесс тоже постоянный, и мы надеемся, что, так сказать, вот эти производства будут работать и приносить нам, давать, во-первых, так сказать, налоги в бюджет нашего города и в бюджет области, и, естественно, так сказать, рабочие места. Создавать дополнительные рабочие места. У нас есть звонок Дмитрия Викторовича, я предлагаю его послушать. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Панюкова Ольга Александровна, председатель общественной организации «Тружники пилы» и ветераны Трудобор, ЧПС. Очень приятно. Добрый вечер, здравствуйте. В нашем городе есть и другие общественные организации, кроме наши ветеранские, членами которых являются, в том числе, участники войны. По указанию губернатора Самарской области, было, по-моему, организовано работа с ветеранами. Особо Николай Иванович в год 70-летний побед поставил вопрос об обеспечении ветеранов военно-жильем. Как выполнять в городе поручение губернатора? Вопрос. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Да, спасибо. Действительно, губернатор поставил задачу к 70-летию победы, к 9 мая, обеспечить участников войны жильем. У нас на начало 2015 года два человека в очереди было всего. Но губернатор поставил задачу каждого участника войны пройти и выяснить его же личные условия и вообще состояние его отыскать. У нас была создана комиссия, прошли всех участников войны. Мы приняли решение по увеличению учетной нормы постановки на очередь с 14 до 15. В итоге эта необходимость была, потому что действительно метра не хватало, а человек жил не больно в хороших условиях. Участник Великой Отечественной войны. Мы таких 8 человек выявили, и все они в этом году получили... Достойное, комфортное жилье. Да, новое жилье. Сертификат получили, денежные сертификаты, на что купили квартиры. Они уже все живут в новых квартирах. Вопросов сегодня, на сегодняшний день, ни одного участника Великой Отечественной войны в очереди нет. Дмитрий Викторович, в подтверждение ваших слов у нас есть видеосюжет, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в городе Чапаевск. Я предлагаю посмотреть. Хорошо. Год 70-летия Победы в Чапаевске ознаменован сразу несколькими важными событиями. В свет вышла четвертая книга об истории города, охватывающая период с 1941 по 1945 годы, под символичным названием «Чапаевск. Наш вклад в победу». Следом был выпущен фотоальбом «Чапаевск. Лица Победы», в который вошли фото из семейных архивов горожан-участников войны. Делегация ветеранов войны при поддержке администрации города посетила город-герой Волгоград. Среди них была и участница Сталинградской битвы Анна Григорьевна Морозова. Ветераны посетили места боевой славы, а также почтили память соотечественников. В составе делегации были дочь и праправнук участников войны, погибшего в бою под Сталинградом, чье имя нанесено на памятные плиты в Зале славы на Мамаевом кургане. Изменение произошло в облике монумента славы. Это одно из любимых и памятных мест Чапаевцев. В память о трудовом подвиге горожан в композиции монумента установлены артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны, предоставленные старейшим оборонным предприятием города, Приволжским государственным боеприпасным испытательным полигоном. Празднование Дня Победы в Чапаевске ознаменовалось шествием бессмертного полка, настоящим военным парадом и выставкой боевой техники. Подарком жителям и ветеранам стала трогательная музыкально-художественная постановка «Великие дни Великой Победы», подготовленная творческими коллективами города. Это программа «Город С». Мы работаем в прямом эфире. Звоните, пожалуйста, к нам в студию, задавайте свои вопросы. Уважаемый телезритель, Дмитрий Викторович, ну вот не секрет, что историю города пишут ее жители, а ветераны – это живая история. Вот скажите, какие мероприятия прошли в год 70-летия в городе Чапаевск? Ну вот сейчас неплохой сюжет был. Я должен сказать, что как вот в дань уважения, в знак уважения наших ветеранов, а действительно наш город как никакой другой большой вклад внес в дело победы Великой Отечественной войны. Вы знаете, что в первые годы войны были предприятия, которые выпускали боеприпасы и снаряжали, были уже в оккупированной зоне, так сказать, и один-единственный город, который вот поближе был к фронту, который снаряжал, производил взрывчатые вещества, снаряжал боеприпасы, осталось Чапаевск. Конечно, у нас нет семьи в городе, которая не имела бы отношения вот к Великой Отечественной войне. В каждой семье или был на фронте, или работал на заводах, на наших заводах оборонной промышленности. Мы на площади, сейчас площадь показали, но не показали, мы в этом году организовали парад военной техники. Я не думаю, в каких других городах еще такого уровня, как наш, значит, был организован такой военный парад. Достойное проведение этих мероприятий, я думаю, что ветераны заслуживают такого внимательного отношения. Ну и, как я сказал, мы обеспечили всех жильем, ремонтировали весь год жилье, которые, так сказать, вдовы, труженики тыла, ремонтировали, так сказать, их жилье благодаря помощи и поддержке правительства Самарской области. Это большие деньги. Это, я специально не смотрел цифры, я думаю, миллионов в сто, сто тридцать за этот период, за весь период, вот, ремонта, подготовки, выделения жилья, так сказать, вот такие суммы, так сказать, выделены были. Я вот, кстати, хочу показать, вы привезли с собой очень красивый, яркий, красочный альбом, посвященный ветеранам города Чапаевск. Ну, это, конечно, история, безусловно, и подарок живым ветеранам, которые живут в городе Чапаевск. Да, это фотоальбом, который мы всем ветеранам Великой Отечественной войны подарили, выпустили и подарили. Здесь этот фотоальбом вообще составлен на основании фотографий, воспоминаний наших жителей. Мы начали с нуля, объявляли в газету по школам, нам несли фотографии, объясняли, кто. И вот этот альбом появился, это не заготовленные заранее фотографии, не заготовленные ранее темы. Мы к этому, жители приходили, родные, близкие, близкие, там, внуки, правнуки приносили фотографии. Мы, так сказать, ну и вообще много, так сказать, мы в этом году очень много мероприятий провели, все памятники отремонтировали. Я вам могу сказать, что участники войны, значит, мне кажется, уже по второму кругу мы им начали ремонтировать квартиры, мы не отказываем их, если кто, так сказать, имеет вот такое желание еще подремонтировать. То есть я, например, понимаю так, что для ремонта это вообще тяжело, да, и вот нам провести тяжело, потому что это неудобство. Но если ветеран хочет еще раз провести ремонт, мы идем, проводим ему еще капитальный ремонт, если у него есть такое желание. Дмитрий Викторович, есть звонок. Алло, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас внимательно. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Я жительница по улице Щерта, район проспекта. Хочу вас поблагодарить за организацию нашей давней мечты ремонта центральной улицы в нашем районе и ремонта тротуаров. Очень приятно, что тротуар поднят на нужную высоту, и теперь его не заливают в дождливую погоду. Тротуары потеяны газоны. Несмотря на холодную дождливую погоду, они радуют нас своей зеленью. Дмитрий Викторович, я хотела еще обратиться к вам с просьбой. Если есть такая возможность, проложите нам, пожалуйста, лежачего полицейского в районе улиц Щерца, Чуковского, Щерца-Ленина, ой, Ульянова. Потому что там очень оживленные перекрестки. Здесь им очень трудно переходить. Хорошо, спасибо. Спасибо и за вопрос. Я думаю, что здесь больше благодарить надо правительство Самарской области, губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Потому что основную часть средств на ремонт, благоустройство, содержание, конечно, выделяет правительство через министерство Ивана Ивановича Пивкина, министра транспорта. Это, конечно, средства в основном их. Мы можем сказать про свое благоустройство. И вы знаете, мы в этом году пионерскую на свои средства отремонтировали, Володарского, Запорожскую благоустройство сделали, восемь дворов сделали благоустройство на свои деньги. Но, конечно, основные деньги про Щерца вы сказали, мы Щерца капитально отремонтировали в этом году. Поэтому спасибо за оценку нашего труда. Что касается лежачих полицейских неровностей, нужно посоветоваться с специалистами дорожного движения и послушать их мнение. Потому что это же ведь тоже влияет на пропускную способность этой трассы. Ну, возьмете на заметку все равно, Дмитрий Викторович, да? Конечно, обязательно проработаем. У нас осталось пять минут до конца передачи. Вот как быстро пролетело время. Дмитрий Викторович, я хочу задать вам вопрос о социокультурной жизни города Чапаевск. Знаю, что у вас очень много талантливой молодежи. И, конечно же, нужно создавать условия для развития. Вот что сделано в городе в этом направлении? Расскажите, пожалуйста. Я, кстати, знаю вот один очень важный объект. Построили школу искусств очень красивую. Я была, видела ее лично. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Вы знаете, какая ситуация? Вот с приходом Николая Ивановича, губернатора, нас стали по новой финансировать. Новые схемы финансирования. Значит, так называемые стимулирующие субсидии. Это замкнут на показатели. Здесь показатели. При условии выполнения, так сказать, мы получаем эти средства. В позапрошлом году, я имею в виду 2014 год, мы все показатели достойно выполнили, перевыполнили. И это дало нам возможность на эти средства построить школу искусств. У нас школы... Какую школу искусств? У нас художественная школа, там барак. Просто барак был. Значит, и музыкальная школа. Вот теперь мы из этих бараков двух наших детей собрали, и вот новую школу сделали. Значит, школа получилась действительно, так сказать, отвечающая всем современным требованиям. Ну и я должен сказать, что мне хочется делать людям тех, которые работают. Вот наша культура в 2014 году, среди всех муниципалитетов Самарской области, участвуя в программе «Рожденные в сердце России», тоже по инициативе губернатора, которая раз в год проходит, заняли первое место. Мы были самыми лучшими. Наша программа признана была самой лучшей. Поэтому, конечно, так сказать, люди заслуживают того, чтобы учиться работать в более хороших, комфортных условиях, чем в бараке, например. Поэтому, что касается этой школы. Ну, вообще, так сказать, мы к культуре, вообще социальным вопросом... Уделяйте большое внимание. Да, на протяжении всего этого времени, конечно, уделяем очень большое внимание. Мы понимаем, что без этого, без духовного воспитания, без нравственного воспитания, вот все остальное воспитание, пожалуй, не понадобится. Дмитрий Викторович, есть звонок, но у нас остается очень мало времени. Пожалуйста, покороче. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Викторович, недавно в новостях по телевизору прошла информация, что президент Путин подписал указ о внедрении комплекса ГТО. И думаю, это правильно. Вы тоже, наверное, не помните, что в советское время и на предприятиях, и в школах, и в различных учреждениях все сдавали нормативы. Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос, пожалуйста. Дмитрий Викторович, поручите, пожалуйста, руководителю спорта в Чапаевске, нравится работа в этом направлении. Спасибо. Спасибо вам, коротко, пожалуйста, Дмитрий Викторович. Спасибо. Ну, я должен сказать, что мы с 2012 года. И поручать руководителю департамента, может быть, не надо, он у нас активный такой, что он нас-то заставляет, так сказать, участвовать в сдаче нормативов ГТО. Более того, могу сказать, что полтора года назад в мае... У вас проходил. Да, в мае у нас проходила спорта киада городов. Все города, все города Самарской области участвовали в этой спорта киаде, и мы сдавали все нормативы ГТО. Вся команда, в том числе и главы. Могу вам сказать, что Филипенко Владимир Михайлович, значит, глава Похвестнева, сдал и получил золотой значок, значит, выполнив нормативы ГТО. Хабарова Галина Петровна выполнила нормативы. Коновалов, глава города Новокуйбышевска, Андрей Алексеевич. Поэтому для нас это не новое, и мы уже, будем говорить, набрали обороты, и я уверен, так сказать, что мы вот эту работу продолжим. Она действительно такая полезная и нужная. Здоровье людей важнее всего, я думаю. Дмитрий Викторович, ну вот так быстро пролетело время, у нас осталось буквально время попрощаться. Тем не менее, я предоставляю вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать, в первую очередь, конечно, жителям своего города Чапаевск? Пожалуйста. Жителям нашего города, во-первых, я говорю большое спасибо. Вам, дорогие мои земляки, за вашу активную позицию. И сейчас вот мы прямой эфир ведем. Видите, звонки дозвонились, хотя не у всех это программа, не у всех передача это идет. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за вашу работу. И вам я желаю, конечно, здоровья, благополучия всем вам. Спасибо вам. Ну и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, Дмитрий Викторович. Субтитры подогнал «Симон»